они изучают материалы по дат и худ от меня в таких вещах толку мало но вдруг и я пригожусь вы слушаете голос россии сочи микрофона никита коньков с приветом друзья мы продолжаем проходить вольфенштейн the new order давайте посмотрим что же нас снова-то привело в лабораторию давай анечка говори всю правду нам говори this so quickly now that we know where it comes from i need a sample of it for closer study can you look around here for a piece of exposed concrete that shows an outbreak of mold it should be poor us enough for you to cut me a sample whatever you need also there was this encrypted list of that issued members in poland during the war i need to compare it with the Ну, это самая главная часть. Без поцелуя мир не спасем. Отлично. Найти участок бетона с плесенью. Давайте посмотрим. Аня нашла список членов ДАТ и ХУТ. Теперь ей нужны официальные списки польских евреев с 1939 по 1945 год. Отправила меня за ними в архив. Ребята из Крайзау собирают такие документы. Хорошо, друзья, мы обязательно отправимся сейчас искать кусочки бетона этой тайной еврейской организации, которую так ненавидели немцы. Наверное, было за что ненавидеть евреев, хотя их по многим параметрам есть за что ненавидеть. Хотя я не нацист, я очень хорошо отношусь ко всем нациям. Я не имею в виду ни в коем случае, что какая-то нация бывает плохая. Ну, просто иногда по поступкам, наверное, судят людей. Но ни в коем случае я не защищаю Гитлера, вы не подумайте, друзья мои. Потому что Гитлер это зло, это плохо. Все, что происходило в те времена, это просто какой-то мрак. Поэтому, конечно же, понимаете, евреи, не знаю почему, но так сложилось, что Иисус Христос, евреи и в Иерусалиме все это происходило. Поэтому, друзья мои, продолжим мы будем искать кусочки бетона, только нужно будет понять, где его искать. Здесь мы уже, в принципе, в лаборатории бывали. Я вот сейчас пытаюсь повторно просмотреть те комнаты, в которых я был уже. Может быть, что новое нам подбросили. Вот, допустим, вот это вот письмо. Письмо Бобби. Ты помнишь кота Шарлотта? Мяукал из-за стекла. Просил у тебя объедки, упавшие со стола. А где-то смеялись дети, и солнце ласкало склон. А мы обсуждали школы, ругали новый закон. А помнишь, как ты смеялся? Смеялась, дразнила меня, звала. Ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай. Потом осталась улыбка. Потом и она ушла. Это что ж, стихами прям? Ты помнишь, как гнев растаял, оставив животный страх? Пустые слова звенели, слова рассыпались в прах. Ты помнишь кота Шарлотта? Я долго не понимал. Откуда разбойник взялся? Куда потом он пропал? Возможно, он был соседским. Помнишь, мисс Кэллоуэй? Тогда-то, конечно, ясно. Отправился вместе с ней. Ты помнишь улыбку Мони? И первый школьный звонок? А позже первого парня и первый хмельной глоток? Какими она глазами впервые смотрела на кровь? Ты помнишь меня, Шарлотта? Ты помнишь мою любовь? Ты помнишь мою любовь? Ну, вот такое вот письмо. Что у нас тут? С письмами у нас не густо. Мы собрали всего. Получается, два письма из семи глав. Нет, даже три. То есть, где-то в каких-то главах мы пропускали письма. Я могу сказать, что их не так легко найти. Эти письма, и я думаю, что мы ничего не потеряли такого важного. Так, Текла. Текла просто перебазировалась в другое место. Теперь нам нужно будет понять, куда нам идти дальше. Вот сюда нам нужно будет. Все же хочется спуститься вниз. Так, 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 ребятки. Я здесь. Ворота ангара. В набережной реки Шпрее, около центра города, есть потайные ворота. От этих ворот отходит тоннель, ведущий в ангар круга Крайзау. Под памятниками истины. Тоннель остался здесь от давно заброшенной позабытой стройки. Через эти ворота круг Крайзау по ночам перевозит в свое укрытие габаритные предметы и транспортные средства. Не знаю, насколько я правильно туда иду. Вроде бы нам вообще в другую сторону. Вай-вай-вай-вай-вай-вай-вай-вай-вай-вай-вай. Но ангар Крайзау. Ангар под штабом Крайзау занимает помещение заброшенной станции по очистке сточных вод, которая так и не была достроена. Теперь круг Крайзау хранит здесь краденые грузы, транспортные средства и прочие габаритные предметы, которые подпольщики хотят держать в безопасном месте. Да, друзья, впечатляют вот эти вот большие массивные двери, я так понимаю, да? Очень напоминает Fallout. Помните, когда такие двери были наподобие убежища там 101-107? Ну, правда, в масштабе те убежища были намного меньше. Красавцы-вертолеты стоят. Бух ты мой, какая здесь классная графика. Я не перестаю удивляться, даже на средних настройках выглядит все потрясающе. Надо же здесь все обойти и все смотреть, как так взять и пойти сразу же на задание. Хотя довольно интересно, там еще тоже у нас что-то есть. Что это такое? Найти циркулярную пилу? Что такое это? Что такое? А, я, похоже, кусочек бетона, что ли, нашел. А, найти циркулярную пилу, я понял. То есть вот нужно вот здесь кусок бетона отпилить, я так понимаю. Вот на Кэролайн Беккер наш здоровяк. А здесь что у нас? Так. Да, я... Подождите, друзья, там дверь была, я хотел вообще вначале... Потрясающе. Нас просто бросили. Они стали нас вытягивать и сказали, да найди ты сам выход из этого черта... Из этой чертой канализации, да? Вообще, спасибо, я представляю, сейчас на нас тут крысы попрут. Ну а что еще может быть в канализации? И вообще, там дверь была... Ой-ой-ой, лазеры какие-то, это, похоже, камеры. Там дверь была, которую я пропустил, чертов... Ай! Так. Готово. Надеюсь, что нас не заметили и... Тревогу сильно мы не подняли, потому что сражаться я не очень хочу сейчас. Вроде бы такая расслабляющая обстановка, бегал по убежищу, не думал о плохом. Тут тебе на. Хорошо. Хорошо. Хорошо, друзья. Так. Идем дальше. Забавно. Здесь просто лабиринты. Готово. Так, кажется, я теперь понял, куда мы вышли. А что это такое? Лазеркрафт-отражатель. У нас новое улучшение для нашей пушки лазерной. Снабжен модулем-отражателем. Теперь луч отразится почти от любой поверхности и устремится дальше, хотя будет немного слабее. Ага. Ну, это, как знаете, мне напоминает игру Портал. Там, где нужно было открывать порталы и стрелять через эти порталы. Наше оружие отражалось и проходило мимо. Ну, что-то похоже очень. Так, нет. Поменяем режим. Готово. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Звуки-то какие нехорошие. Готово. Он еще и взрывается. Собака. Второй. Да сколько же у вас тут? Вас что там штампуют без отхода? Все? Нет. Там, похоже, их много. Их там штампуют... Реально, без отхода. Так. Давайте собираться сюда. Что делать? Там он к нам еще, да, летит один? Нет. Он у нас какой-то дробовик. Неплохой дрободан. Симпатично выглядит. Так, очень... По средневековому. Твою же дивизию. Так-так-так-так-так-так-так-так-так-так. Ой-ой-ой-ой-ой. Сколько вас тут? Твою ж... Хреном мать. Так. Ушли. Интересно, а что здесь? А что здесь? Какого хрена? Вы тут бесконечно, да, печатаетесь? Я не хочу с вами разговаривать, друзья. Вы мне противны. Но я считаю, это абсолютно бесполезно с ними воевать, потому что они появляются и появляются, открываются с другой стороны. Замечательно. Там что-то нужно будет открыть только с той стороны. Как это сделать? Это большой вопрос. Но у нас же есть лазеркрафт, который вроде бы... лучи от... от стен, да? Не знаю. Абсолютно ничего не происходит. Как-то попасть. Как-то попасть. Готов. Так, все. Значит, они не бесконечные. Это хорошо. Я уже прям... перепугался, потому что... Подумал, тут... Бесконечное число. Так, можно спрыгнуть туда, да? Каким-то образом. Там я вижу канализацию. Это, друзья, вот так влепли, да? Так. Тихо, спокойно. Это меня радует. Ой-ой-ой-ой-ой. Отрезать образец бетона? Я вернулся. Что, бетон скучал без меня? Сейчас отрежу кусочек, да что побольше плесени. Друзья мои, это, конечно же, очень забавно. Над нами подшутили, да? Друзья, ну хорошо. Не будем тогда уже возвращаться обратно. И... Хотя там явно что-то было. Какие-то секреты. Спрыгиваем. Да, спасибо. Спасибо. С возвращением. Да, действительно. Но там была дверь, которая мне очень понравилась. И мне кажется, что в ней есть... Бог ты мой, какая тут крутая графика. Как мне нравится. Очень напоминает рейч. И кто-то в комментариях писал про эту игру, что рейч была плохой игрой? Да нафиг. Я эту игру прошел вдоль и поперек. Она была потрясающей. Да, там были некоторые лаги и проблемы в начале с текстурами. А у нее были проблемы с оптимизацией. Но это все... Это все такая ерунда. Когда запустили... В нее было изначально уже возможно играть. Там никаких проблем не возникало. Абсолютно меня не парило. То, что там прогрузка идет. А, ну вот... Когда оптимизацию выпустили, да? Патч там, где можно было... Можно спокойно рецезреть неподгружаемые текстуры в реальном времени. Так это вообще просто шикарнейшая игра. Я даже ее хотел проходить повторно для канала, для вас. Ну, возможно, в будущем. Не знаю. Пока что вот играем в такую замечательную игру. А, у нас тут ключ должен быть. Поговорить с Фюргусом. Ключ от архива у Фюргуса. Я недавно видел, как он шел к себе наверх. Вот что. Как раз то, что... Ключ у него, да? Ну, хорошо. Надо будет поискать Фюргуса, потому что я вот... У меня этот ключик... Вернее, эта комната и волнует. Что-то там есть. Наверху это где-то должно быть здесь. Так. Здесь. Ничего не вижу. Много-много-много ножей. Хорошо. Так, друзья. А куда же подевался Фюргус? Или Фюргус? Здесь у нас снова, если вы хотите поиграть в старый добрый Вольфенштейн, герой ложится спать и... Так, цепь. Странно, но мы ее никак не можем... Расплавить, потому что... В данный момент у нас даже недоступно оружие. Так сказать, в убежище мы... Не можем... Размахивать пистолетом. Ой-ой-ой-ой. Что это такое? А, это можно почитать. Но все мы записки... На стене здесь прочли. И... Блин. А куда же Фюргус-то делся? А, вот здесь, да? А, вот здесь. Ничего. Все. Это про этот парень, поддамит. Проверный Wyatt. Он должен быть. Он был молодым. Он мог бы дать нам будущего. Ты и я... Ты и я... ...вторых лет назад. Работал не только силу. Я сделал правильный выбор. Ну, это точно очевидно, да? Я готовился к смерти. Да, я бы это сделал. Я работал мою руку для спасения этого парня, Блазкович. И ты... ...вторых лет назад. Ты помнишь Прендергаста? Он мог бы уничтожить что-то. Теперь он умер. Они все умерли. Но ты уничтожен с этим невероятным скелетом. Скажи мне... ...какая решение в дальнейшем, да? Кто будет уничтожить, когда мы слишком много ботов, чтобы уничтожить их? Откуда нет? Я не могу больше пищевиков. Я не могу больше пищевиков. Рассием. Я не могу больше пищевиков. и разыскать эти официальные списки. А не нужен список евреев, проживавших в Польше с 1939 по 1945 год. Хорошо. Так еще мы там бетон-то не забрали, да? Или уже он не нужен будет? Странно. Разберемся. Так, 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 так. Где тут? Где-то комнатка-то была. Вот она, да? Оу! Тут реально много документов. Так. Что у нас здесь? Отдать, а не списки. Списки евреев я нашел. Пойду отнесу Анне. Хорошо. Ты нашел образец бетона? Ха! Ну хорошо, друзья. Все-таки без бетона нам никак, поэтому пойдем и заберем образец бетона. Бухта-мой, посмотрите, какие у него сложные лопасти. Очень-очень круто. Ладно, давайте уже приступим к бетону. Что ты делаешь? Что ты делаешь? Что ты делаешь? Проект сенсором. Но ты скариваешь, Макс. Что-то не... Извините, парень. Не знал, что он не мог бы забрать. Это сын? Нет. Нет, вроде как-то. Я не знаю. Так что я не сын? Возвращаясь, что Клаус был сын, родился во время войны. Он назывался миром. Они за годы пытались иметь ребенка, его и его мужа. Да, он был очень хорошим отец. Для Нази. Клаус был родился в клубе. Клаус, конечно, знал, что это означало. Он попросил докторам, чтобы не сообщить его на правительство. Когда секретная полиция появилась, чтобы убрать ребенка. Клаус и его мужа пытались остановить их. Так что мужа умерла из головы. Клаус тоже. Клаус... Клаус и его мужа пытались остановить, чтобы убрать ребенка. Я так понимаю. Но люди никогда не забудут оценивать ребенка. Ну хорошо, образец бетона у нас. И... Заглянуть к Максу? Ой, кто это такой? Бог ты мой. Потеряна игрушка? Итак, друзья, мы нашли какой-то робот. Для чего он нам нужен? Это, конечно, загадка пока что. И... Главный герой говорил там про Макс, что можно к нему заглянуть. Не знаю. Так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так. Давайте заглянем, может быть, к Максу. Ух ты! Что Макс потерял? Найти потерянные игрушки. Это что, прикол? Это... Найти игрушки Макса. А, ну я так вижу, на картинке у нас робот, машинка, телефон, ну и какие-то М и А с квадратами. Наверное, они где-то разбросаны. Да, как это мило, а. Ну, у Макса явно не все дома. Он впал в детство. Тем не менее, я все равно к нему питаю какую-то... Так, можно здесь поспать, да? Нет, я спать здесь не хочу. Питаю какую-то доброту, что ли. Мне жалко его. Здесь заперто. Так-так-так-так-так-так. Но где эти игрушки-то найти? У нас есть робот. Нам нужно найти машину, телефон и какой-то кубик. Столько машин, но вроде бы это все не то, да? А где ж тогда искать? Ну, явно где-то здесь. Ага, вот он, телефон. Хорошо. Вот они, кубики. Ну что ж, друзья. У нас остается одна машина. Давайте здесь проберемся. Может быть, здесь есть... Та игрушка, которая нам нужна. Ну, должна быть, должна. Где-то должна быть. Нет, не здесь. Так. Хм. Странно. Осталась машинка. Какая-то машинка. Пытаюсь ее найти, но пока что я не вижу. В туалете машины точно не будет. Вот так заданется, да? Дверь закрыта. Может быть, где-то здесь. Так, 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 так. Тут что-то было, ребят. Смотрите. Бог ты мой, я ее нашел. Но я ее даже не видел. Круто. Хорошо. Теперь возвращаемся к Максу. Есть. Макс будет доволен. А Максе известно немного. Лишь его имя и то, что он не приемлет насилия. Клаус нашел Макса в каком-то переулке за мусорными баками и с тех пор заботится о нем. Ну, я так понимаю, что Макс теперь будет доволен. Ладно. Мы выполнили такую небольшую дополнительную подмиссию в этой... В этой миссии. И поэтому, я думаю, что уже можно будет спускаться к нашей главной героине Канне. Спасибо, William. Макс. 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 Продолжение следует...